Вот такая небольшая комнатка, вместительностью 238 человек. Здесь собираются все волонтеры, идет короткий инструктаж. Есть чай, кофе, капучино, водичка, можно сделать перерывчик. И небольшое количество шкафчиков, так что лучше с собой сразу ценные вещи не нести. Там мы наблюдаем один умывальник на 4 персоны, 2 мыльницы после умывальника и полотенце. И соседний зал, это уже непосредственно зал, где мы работаем. Значит, сегодня было 6 компаний. А если ты не стоишь в никакой компании, ты можешь просто прийти, записаться сначала, зарегистрироваться. Вот, и прийти сюда, помогать упаковывать продукты. Вот, и прийти сюда. Вот, и прийти сюда. Вот, и прийти сюда. Вот. А сейчас пройдемте в другой зал, где, в принципе, будем наблюдать, как это дело делается. Нам выдали перчатки, шапочку, все дела, которые по гигиене необходимо провести, провели. Одни ребята собирают коробку, дети помогают в этом деле. В то время, как за большими столами слева дальний угол собирают крупу в пакетики. То есть, это более синхронная работа. Почему? Потому что потом крупы с пакетиками перемещают на круглые столы, которые крутятся. И уже волонтеры, которые упаковывают пакеты в коробку, как бы забирают из этих круглых столов продукцию. Механизм хорошо налажен. Все это делали быстро. И ребята, которые рассыпали, фасовали продукцию в пакеты, делали свою работу очень быстро. У нас иногда просто круглые столы были битком забиты. И уже конкретно к нам на столы приносили пакеты. Там дальше сзади ребята упаковывают, запаковывают коробки для дальнейшей транспортировки. Вот, собственно говоря, как все и было. Два стола, на каждом из них по пять человек фасуют продукцию в пакетики. И один разносит на круглые столы, либо же на столы, где упаковывают в коробку. Можно работать стоя, сидя. Там были несколько стульчиков. Если, допустим, ты уже устал, не можешь долго стоять, то можешь просто присесть отдохнуть, либо же выйти в первый зал и сделать себе кофе-брейк. АПЛОДИСМЕНТЫ По окончанию нашей работы нас, так сказать, угодили конфетками, которые были на выходе в корзине. Можно было выбрать совершенно любую шкатку или конфетку. Но это не главное. Главное то, что ты тратишь свое время безвозмездно, помогая другим людям. Людям, которые нуждаются в помощи и в том числе твоей помощи. Люди, которые не бездельничают, не притворяются то, что у них там чего-то нет. Хотя, по факту, у них всего в достатке. И, к сожалению, здесь много вот таких случаев есть. Продолжение следует... АПЛОДИСМЕНТЫ